Видим тенденцию того, что Южноамериканский, Центральная Америка более, скажем так, удачно выступает, чем Европа. На сегодняшний день. Хотя, как бы, класс команд примерно одинаков. Поэтому, я считаю, во-первых, ну, мне нравится, что он цветной. Вот даже стадион смотришь, и он такой, какой-то веселый, цветной, и реклама такая, она такая милая, детская, добрая. И, в принципе, ну, скажем, танцующая страна, она так и проводит. Поэтому, наверное, мячей. Хотя месяц смотреть футбол, оно тоже не очень легко. Слишком много и быстро события переплетаются, и так далее, и так далее. Поэтому, а то, что результативно, это зрителям и нужно сегодня. Всегда приятный праздник. Ну, для кого-то это праздник, он короткий, а для кого-то он более длинный. Поэтому, кто-то уезжает, а кто-то остается. Мексика очень понравилась мне. Игра Бразилия-Мексика очень хорошая. Мне понравились голландцы на этом чемпионате. Сегодня очень хорошо играют. В Бразилии сегодня достаточно такой неординарный футбол показывает и атакующий, как Хазиева. То есть видно, что Хазиева сегодня претендует, да, может быть любое стечение обстоятельств, но Хазиева сегодня претендует на золотые медали. Франция достаточно добротная команда. Америка, мы уже говорили о том, что она сегодня показала, что при правильной работе, подходе, даже страна, которая не является главным видом футбола, она сегодня может конкурировать с ведущими странами. Германии пока везет и получается. В целом очень хорошие, качественные, добротные команды. То есть Корея с Японией, ну, я ожидал как бы большего. Я беру эти страны, как те, если ставят какие-то задачи, они все время прогрессируют. Но прогресса после чемпионата их я не вижу в этих командах. Россия, скажем так, не впечатлила, но для нас, украинцы, мы скажем, красота не впечатлила. В принципе, конечно, Бельгия, я думаю, будет достаточно хорошая команда. Ждали больше от Боснии.